В прямом эфире РБК Алфа мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. Среднюю стоимость услуги за вывоз мусора в Башкортостане установят на уровне 70 рублей с человека в месяц. Работу по формированию тарифов и платежей следует завершить до 20 декабря. Об этом заявил сегодня на оперативном совещании временно исполняющей обязанности главы Башкортостана. По словам Радия Хабирова, в зависимости от особенностей территорий цифра по региону может колебаться от 57 до 80 рублей. В населенных пунктах, где раньше мусор не вывозили вовсе, плата будет в два раза меньше – порядка 35 рублей. Напомню, на прошлой неделе руководитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства озвучил предварительную стоимость услуги в районе 130 рублей для жителей многоквартирных домов и 185 для частного сектора. Радий Хабиров назвал эти цифры неподъемными для граждан. Вот этих цифр, которыми уже полгода или год будоражили 200 рублей, там 250, быть не должно. Мы сознательно идем на это. Тяжелые переговоры были с нашими региональными операторами, потому что, понятно, у нас нет задачи их довести до банкротства. Должны быть экономически выверенные вещи. Также руководитель региона поручил установить льготные расценки для социально незащищенных слоев населения. По словам исполняющего обязанности регионального Минтруда, возмещать плату за вывоз мусора планируют путем перерасчета двух мер соцподдержки – ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Несырьевой, неэнергетический экспорт Башкортостана вырос на 15,3%. С января по октябрь этого года в сумме он достиг 1 миллиарда 640 миллионов долларов. Основой республиканского экспорта несырьевых товаров стали машиностроительная продукция с долей в товарной структуре 43%, продукция химической промышленности и каучук с долей чуть более 38%, а также изделия из металла, продовольственные товары. В целом внешний торговый оборот с января по октябрь составил 4 миллиарда 540 миллионов долларов. Это больше на 13,5% аналогичного периода года прошлого. При этом прирост экспорта составил чуть больше 8%, импорт вырос практически наполовину. Мы в течение всего 2018 года наблюдаем положительную тенденцию по увеличению объемов несырьевого, неэнергетического экспорта в целом во внешнеторговом обороте республики. И для нас это безусловно хороший показатель, потому что в соответствии с 204 указом президента Российской Федерации в целом страну и за регионами теперь уже закреплен КПА по наращиванию экспорта машиностроительной продукции, химической продукции, продукции АПК и экспорту услуг. И соответственно здесь по Башкортостану мы видим, что во-первых хорошо работают наши машиностроительные предприятия. В первую десятку стран-контрагентов Башкортостана вошли Латвия, Беларусь, Китай, Германия, Казахстан и Индия. Торговый оборот с этими странами 76% от общего оборота. В канун Нового года в торговых центрах Уфы работает специальный Дед Мороз. И раздает он не подарки, а советы по уплате налогов в срок. Акцию «Шагни в Новый год без долгов» проводит Республиканское управление ФНС. Особенно актуально это в связи с истечением уже 3 декабря сроков уплаты имущественных налогов физическими лицами. И соответственно на сумму начисляются пения. Ежедневно 1,03 ставки рефинансирования. Данная акция проходит у нас в выходные дни, где преимущественно все граждане проводят свои дни совместно с своей семьей. Родители имеют возможность решить все свои вопросы по налогам, а их дети в это время приятно провести время в общении с Дедом Морозом. Также проверить информацию о задолженности по налогам можно с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, сайта госуслуг, в любом офисе МФЦ, либо в налоговой инспекции по месту регистрации или месту нахождения имущества. В целом сборы налогов в Башкортостане с начала года выросли на 28%. В денежном выражении это плюс 77,5 миллиардов рублей. Сейчас переходим к информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар прибавил 17 копеек, 66,43, евро остался без движения 75,38. Лучшие обменные курсы на данный момент в банке Финнам. Покупка и продажа доллара за 66,51 и 66,74. Что касается евро, покупка за 75,31, продажа за 75 рублей и 43 копейки. На этом у меня пока все. Оставайтесь с РБК.